Лаконизм и единообразие. Пожалуй, этими словами можно описать дизайн-код, который должен стать общим правилом для оформления городского пространства. В прошлом году ивановские власти серьезно взялись за две центральные улицы – 10 августа и Красной армии. Следующий этап – вся территория областного центра. Подробнее о новом дизайн-коде журналистам рассказали на пресс-конференции. Что касается всех зданий, всех архитектурных особенностей, нам и надо их освободить от непонятных растяжек, баннеров и полотен, которые, к сожалению, сейчас присутствуют у нас даже на центральных улицах города. И хочется даже заметить, что та работа, которая была проведена по улице 10 августа, например, или по Красной армии, она уже в силу того, что отсутствовали у нас какие-то механизмы влияния на предпринимателей, некоторые собственники уже там вывесили снова баннеры свои и, значит, забыли о тех договоренностях, которые у нас с ними были. Главная задача – избавиться от визуального шума и сделать город привлекательным для туристов и самих жителей. Разработкой нового дизайн-кода занялось консалтинговое бюро «Стрелка». Все улицы разделили на пять типов. На центральных правила оформления витрин и вывесок будут жестче, нежели на второстепенных. Документ должен стать своего рода методичкой для рекламных агентств и предпринимателей. Дизайн-код сам по себе, с одной стороны, комплексный документ, но с другой стороны, мы хотели его делать всеобъемлющим. И понятным для пользователя. Что это значит? Открывая тот или иной раздел книги, вы понимаете, что есть правила размещения конструкций, есть типы улиц, есть правила требования к внешнему виду конструкции, есть требования к оформлению материалом, цветовым решениям. Следить за соблюдением новых требований будет Управление муниципального контроля. Нарушителям выпишут предписание, а за неисполнение – штраф. Напомним, что стандарты дизайн-кода уже есть в Москве, Казани, Калининграде и других городах. Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте городской администрации. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.